Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы с вами поиграем, посмотрим Marvel Heroes. Я уже упоминал про эту игру в своем подкасте, ну как упоминал, я про нее довольно докладно рассказывал. Ну да ладно, собственно, не будем заострять на внимание на том, что уже было. Познакомимся с интерфейсом. Это игрушка основанная на комиксовой вселенной Marvel, поэтому тут вы сможете встретить всех героев, ну может быть пока еще не всех конечно, но в основном очень и очень многих из них. Это как из Людей Икс, как и вот отдельных рыцарей, Дэдпула и остальных. Собственно, я не большой фанат, я когда-то только читал про Гоустрайдера, про Человека-паука, про Флэша по-моему, да и все в принципе. Собственно, как вы видите, интерфейс довольно легко узнаваемый, игра сделана в стиле Диаблы, то есть показатели здоровья, показатели маны ярости, в данном случае это мощности. Панель скиллов, которые вы можете активно менять, их всего три. Стандартные обозначения, они довольно интересны. Правая и левая кнопка мыши и ASDFGH, то есть H на аптечке. Еще одна, считайте, выкидывается из этого. Плюс для каждого из персонажей есть отдельные древоспособности, которые уже в свою очередь разделены на три части, как вот у Айронмена. Это энергетические лучи, это защитные системы и технические устройства. Если вот, допустим, в технических устройствах это ракеты всевозможные, и, собственно, пассивка под них, чтобы он автоматически их выпускал. Защитные системы это все на деф, так и ближнего боя. Щиты, различные удары и полеты, собственно, чтобы вы пролетали мимо врагов. Вот. И, соответственно, энергетические лучи это полностью ветка урона. Такая, забан. Собственно, я начал выиграть в Marvel Heroes день или два назад. Двадцатый уровень как-то легко и непринужденно, на самом-то деле. Да ладно. Что вы, выдадите мне что-то, или я просто посмотреть не шел? А, мне уже все выдали, да? Ну, хорошо. Давайте посмотрим, что мне тут дают. Что-то выдали, короче. Ладно. Допустим. Кстати, еще забавная особенность этой игры, как только вы запускаете, собственно, игру, вот, по крайней мере, это у меня так. У вас 100 FPS, 100 и больше. Только я включаю запись, у меня FPS опускается до 10, ну, вам не видно, но сейчас у меня 15 FPS, например. Я не знаю, с чем это связано, я пробовал это фиксить, но... Ну и ладно, собственно. Тут у меня появились осколки куба. Это хорошо. У меня персонаж на его уровень довольно хорошо одет. То есть, для тех, кто в курсе, можете сами ознакомиться, это неплохо. Там есть торговец офигенный. Два артефакта, медальки. Ну что ж, давайте-ка я вам покажу героев, расскажу поподробно про эту систему. Для начала у вас, для выбора, то есть для старта, у вас есть 6 героев. У вас есть 6 героев, которые вы можете выбрать. Это из Мстителей, по-моему. Они как раз-таки и были. Это Железный Человек, это Капитан Америка, это вот Соколиный Глаз, Тор, Халк и Ведьма. По-моему, это все, если я никого не пропустил. Вы можете выбрать, после прохождения пролога, вы можете выбрать любого из предоставленных вам на халяву героев. Прокачать его до 10 уровня и тогда уже только, например, снять ограничения. Но вы можете за это сделать только на одного героя на аккаунте. Остальные придется докупить. Соответственно. Выбор тут нормальный. Потому что, ну, они все отличаются кардинально между собой. Вот, собственно, Человек-Факел и Айронмен, они похожи. Собственно, потому как ведут бои. Черная Вдова, это рукопашник хороший. Циклоп, это дальник. Халк, это танк-разрушитель. Черная Пантера, это стелс-поинт. Шторм, это типичный маг, который там различные фертиля творит. Тор, это тоже танк-разрушитель. Соколиный глаз, это... Это ловкий-ловкий домашний воин. Ну, лучник, как и в всех играх. Тоже можно сказать и про Капитана Америку. Он может быть как танком, так и очень ловким воином. Ну, давайте-ка сегодня поиграем за Карателя. Я специально его не трогал. Вот, собственно, мы сменили класс. Теперь мы играем за Карателя. Все квесты, они, собственно, скидаются. Поэтому за каждого из персонажей вы будете проходить свои квесты. Что-то я с утра заговариваюсь. Что, блядь, происходит? Непонятно. Там пролог, Квинт, вход. Давайте с банка начнем. Че? Вообще легко и просто. Диабло-подобное все, как вы видите. И это довольно интересно. Так, давайте-ка прокачаемся. Пистолеты, винтовки, граната. Быстрая перезарядка. Кувырок. Давайте пистолеты возьмем. Короче, уйдем в ДД. Так и быть. Порешали все проблемы. Выходи, кошечка. Эх, это было легко и просто. Собственно, она выпадала нам. Различник приколюк. Пояс на карателя даже упал. Аж на четвертый уровень. Белый. И вот медалька, которая дает дополнительные бонусы. Ну, типа как бежа. Знаете? Че это такое? Ничего, что-то не забрал. А вот, есть пока подходящий пояс. Ну, и собственно, отправимся в тюрьму. Вся забава вот в этих рисовках. Это Ник Фьюри, директор ШИЛД. Я вас позвонил, потому что у нас есть немного ситуация. Как мы говорим, супер-вилленин, называемый РАМ, Грин-Гоблин. Мадам Гидра. У нас есть много рейтингов на сайте, но мы нужны вашей помощи. Пойдем в РАФ и делаем, что вы хотите. Добавил судьбу. Спасибо. Электрор Фьюри на улице. В его отсутствии я буду в связи, пока работаю. Не волнуйся, вы не увидите меня. Чего вы такие дерзкие? Все же ведь легко и просто. Зашел, убил. Я не знаю, почему проседает ФС, это бред. Не-не-не, ладно, блядь. Я могу делать это все время. Так, как вы видите, я одел какую-то шмотку, и у меня теперь скилл поднялся до 4. Собственно, давайте еще больше оденемся. Да, это из-за винтовки, да? Плюс 2 к рангу, полный автоматик. Неплохо. Давайте еще скиллы качать. Это я на 2 вкачал. Это можно быстро перезарядиться. Ну и давайте кувырок тогда закачаем. Не хочу уходить в эту ветку пока. То есть, как вы сами видите, все узнаваемо. Все такое дьявол подобное. И в этом есть свой шарм, на самом деле. Но только вот что происходит с ФПСом на записи, это, блин, для меня тайна, покрытая просто мраком. Потому что мне реально не вдомек. Как видите, постоянно выпадает какой-то шмот. То лучше, то хуже, то на левел больше. Не мешайте мне, я лут рассматриваю. Перезарядочка. Что, я пропустил? А, да, точно. Тут же ж терминалы нужно открывать. Спасибо. Теперь у нас есть глаза и очки внутри фасилии. Ну, здорово. Ну, здорово. Ну, здорово. Нормально. Эти шары, это, собственно, опыт. Так, может, у меня ничего не выпало? Какой ужас. Давайте активировать все это счастье. Дорогие друзья, если кто знает, кстати, решение проблемы с ФПСом при записи. Потому что без записи оно идет идеально. Я уже не закончил. Я... 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 Вот, рейтинг урона намного выше. Ага, у меня экипировано уже даже получше. Это восстановление еще здоровья в минуту мой теперешний дает, поэтому не буду его менять. Боты. Вот боты бы я поменял, конечно. Хотя нет. Или да. Да. Надо будет поменять. И наденем, пожалуй, медаль живого лазера. Все. Идем дальше. А не, еще прокачаться. Первые 10 лвлов проходят незаметно. И он до 20-го дошел, вообще незаметно. Это что такое? Апнельный выстрел. Давайте на один возьмем. На Д. Собственно, вы просто наводите на скелл и нажимаете на ход кей. Так, так. Быстрая перезарядка. И направленный выстрел. Хорошо. Хорошо. Не вставай. Короче, развалил пол тюрьмы. Так, давайте-ка сберем опыт. Космический? Здесь? Нихера себе. Это, насколько я знаю, высший уровень лута. Космический. Нихера себе неожиданность. Круто. Это, типа, как легендарка была в Д. Д. Это должно быть оставшим остатки в целом. Я просто надеюсь, что вы могли бы приехать сюда быстрее, чтобы остановить болезнение. Да, сейчас разберемся. Че ты господи? Я проходил уже этот, не знаю, раз 10. Крушить, убивать. Веном. Здорово, красавчик. Таки добрался он до симбиотика. Ты че? Полегче там, парни. Так, ну, я думаю, это все. Или нет? А, не-е-е-е. Какое там все? Кринь-го, бля. Да, вообще-то уже все. Какой-то простенький. А что это я призвал? Такое страшное. Что это такое страшное было призвано? Это, наверное, как раз таки мой пояс дает возможность. Геодемон. Да-да-да, это мой пояс дает возможность призывать вот такую вот странную штуку в бою. Круто, прикольно. Вообще неожиданно. Так, а кд тут уменьшится? Где тут время восстановления? Че-то я не вижу. Пятнадцать единиц. Снушающие удары. Рейтинг урона. Не написано. Ну ладно. Прокачаем в любом случае. Как вы видите, тут есть еще дополнительные, то есть, вот, которые мне были открыты именно шмотом. Вот граната уже сразу на три. Хоть у меня она не изучена, она на нуле. Но я могу ее поставить себе в скилл бар, например. Ну и мы не будем этого делать. Зачем это нужно? Все скиллы должны изучаться по ходу их прокачки. Ха, нет. Так. Ну вот еще сапоги хорошие, синенькие. Пендаль зеленого гоблина. Не, это все. Эм. Может ты меня выпустишь, не? Да. Спасибо. Спасибо огромное. Все, отправляемся в башню мстителей. Чекернаут. Носорог. Электро. Альгидра. Господи, блядь, действуй все. Ладно. Хайли, гидра. Ну конечно. Думаю, играемся на этот раз. А, ладовую кухню. Блин. Ясно, понятно. Давайте тогда продадим. Хлам. Так. У меня есть 28 тысяч. Я в принципе могу его надеть по высшему разряду. Даже больше. Поэтому не знаю. Давайте-ка оружку купим. А, предмет на 20 уровень. Не, не, не. На 20 уровень не надо. То есть просто я Тони Старка одевал сразу же вот у него и там еще у бронщика. Ипического. Вот у этого парня. Вы, короче, просто покупаете вот этот вот ящик. Ну, это я для тех, кто не в курсе. Каждый стоит по 1000. И тут выпадает чуть-бы не лучшая экипировка на ваш уровень. Плюс она вся фиолетовая. Иногда даже вот это вот, как это называется, бирюзовая, космическая, вот, космический экипп падает. И он крайне, крайне, крайне хорош. По интерфейсу я вам вроде все рассказал. Тут есть система крафта интересная. Сейчас я вам попробую ее показать. Ну, скрафтить, естественно, мы ничего не сможем. И бонус ресурсов нет. Так, вот тут мы можем купить, я так понял, кристалл для того, чтобы создать свою гильдию. А вот у этого парня мы можем крафтить различные приколюхи. Типа зельев ускорения. Тут мы можем добавлять к костюмам... Вот у меня еще костюма нету. Добавлять к костюмам различные фичи, типа свечения, типа каких-то печатей на полу. Я вам там потом покажу, Тони Старка, если вы не заметили. Можем улучшать каким-то образом наших питомцев, которые потом появятся. Вот так же вот создавать сыротки, зелья лечения, стражей, аптечки. Всякие различные бафы и все всякое такое остальное. Я не помню, где-то тут есть продавец. Продавец различного. В том числе он продает питомцев. Она, Глеа. Продает питомцев. Различные роботы. Плюс к этому всему вы можете у нее закупиться нормально. И костюмами, и питомцами. Вообще всем чему угодно. То есть, ну цены у нее охереть какие. Плюс то, что... В основном это донатская валюта. Этот зал вообще используется для данжей. Вот, собственно, терминалы. Зеленые терминалы, красные терминалы, космические терминалы. И отдельные сюжеты. В отдельных сюжетах вы можете переиграть определенные миссии. Ну, то есть, поиграть в них еще раз. То есть, космические, красные и зеленые, это уровни сложности данжей. Плюс там различные данжи. Они разнятся не только за сложностью, а и за, собственно, сюжетом. Как вы поняли, самые сложные это космические. Но не все. Там есть и легкие, есть и сложные. Вот, эта комната служит в первую очередь для того, чтобы... Выбрать данжей. Ну, тут всякие костюмчики чищут. Тут железного человека. Круто. На самом деле, круто. Мне очень понравился железный человек, поэтому я его сразу же и развил. Развитие значит, что вы можете перейти порог десятого уровня. Так, вот мы можем еще героя-напарника выбрать. Так. Не вымахусь это. Вот. Собственно, что мы можем перейти в предел десятого уровня. Как вот... Я не могу подняться, например, карателем выше десятого уровня, если не нажму снять ограничения. А их можно снять либо за вот 400 этих звезд. Я не знаю, наверное, с данжей где-то падают. Либо за 900 нала. То есть, это местная донатская валюта. Я забыл, как она называется. Жи. Да это и не важно абсолютно. У нас ни того, ни того. У вас недостаточно. Достаточно, да? Ммм. Нихера себе. Как я это сделал? Как я это сделал? Никто, блядь, не знает. Ладно, значит, по ходу игры где-то вам там выпадают вот эти вот приколюхи. И вы можете поднимать своих персонажей выше. Интересно, я еще могу так сделать? А! Жаль! Ну вот как-то так это осуществляется, собственно. Теперь я могу карателя поднять выше до... То есть, до шестидесятого уровня. Спокойно. Качаться дальше. Теперь у меня получается два героя, которые могут подняться выше. Карателя придется ввести по отдельной ветке сюжета. Ну, то есть, сюжет тут одинаковый. Просто идти по отдельной ветке. Что еще раз проходить те же самые квесты. И получать ему одежку. Потому что если я сразу пойду на квесты Железного Человека, который у меня уже довольно охеренно прокачан. И хорошо себя чувствует, то... Он просто помрет. Просто помрет. Вот, как вы видите, печать на земле. Это визуальный эффект артефакта. Вот, с Ягуара. Серьезно, Брус, приглашай меня. Я знаю, что он эксцелленный терапист. Ягуар мне дает отхил. И эта херня... Нет, подожди. Чего мне дает Ягуар? Рейтинг урона. А этот мне дает отхил. В минуту. Собственно, есть вот такая вот статистика. У меня... 3-400 отхилов в минуту. Рейтинг защиты тут. Рейтинги различных защит. Какие-то характеристики. Скорость атаки. Куча, куча, куча различных характеристик, на самом деле. Для тех, кто... А, вот, есть ПВП. Значит, все. Значит, еще есть ПВП. Можно между собой ебашиться. Но я не знаю, как оно устроено пока что. Да и я особо не рвусь выяснять с десяткой FPS. Разве что, может быть, для себя. Биография Тони Старка. Можно тут почитать. Не особо много, конечно, но... Про каждого героя написано нормально. Вот как-то так, дорогие друзья. Что вам еще рассказать-то? Я вам показал, в принципе, боевую систему. На героя, который был только-только, в принципе, использован. Можно пойти еще за Тони Старка, куда-то переместиться. Чтобы вам показать, как... Каким играется. Ну, блин. Я не знаю. Сейчас там эти свето-шумовые эффекты. Не понял. А что карты не пропушат? Халь Гидра! Давайте вступим в бой еще. Туда вы, блин? Тут же все порешали. Не-не-не-не-не. Плохая идея, однозначно. Много людей. Что происходит? Надо сваливать отсюда, а то эти свето-шумовые эффекты не дадут ни вам, ни мне покоя. Не-не-не. Да, неплохо. Пойдем отсюда. Пойдем отсюда, Тони. Нахер надо. Я не знаю, почему оно лагает. Собственно, когда я вам говорю, когда я играю без записи, вот именно при нажатии кнопки записи, фпс падает просто чудовищным образом. Ау. 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 Фрагило. Больно, наверное. Разнообразие локаций, кстати, довольно интересное То есть мы будем воевать и на различных складах И вот на открытых местностях На пляжах В различных зданиях, подземельях Буквально где угодно Где нас только не поносит Ну, собственно, с этим FPS показывать Тони Старка Я не думаю, что это хорошая идея Ибо все-таки светошумовые эффекты, которые и без того еще херят FPS Я не знаю, с чем это связано Сотни FPS без записей И вот десяток Реально десяток С записью Это тупо, по-моему Что ж, дорогие друзья Всем спасибо за просмотр С вами был Марс Marvel Heroes Вот Одна единственная ее проблема Это то, что она Каким-то образом конфликтует с записью Пока я это не выяснил, конечно Но я вечерком сяду, почитаю Посмотрю, как это можно исправить Вот такая вот Диабло-подобная игрушка Очень хорошо сделанная Плюс это же еще сюжет Комиксовый Марвела Есть свой юморок Есть и своя серьезность Но такая Ненапряжная игрушка Которую можно побегать Есть и тот же Диабло 3 Со своим Ну Не очень Не очень Хорошим сюжетом Я сейчас объясню Потому что Сейчас фанаты Диабло 3 Начнут гавкать Дело в том, что Когда вы Убиваете босса И он потом приходит И говорит Нет, ты меня не убил Все было не так Или он на тебя 20 своих Смертоносных Последних оружий Армагеддона Кидает И все равно А у меня есть еще одна Или этот Азмодан Которого Блять Я не помню Сколько он на меня Тех смертоносных Своих оружий Кидал Вот на этот раз Я тебя побежу Нет Вот на этот раз Ты точно сдохнешь И так Раза 4 Собственно Это глупо Можно было придумать Что-то И Панормальней Ну да ладно Собственно Офигенные ролики И подача сюжета Плюс То что Игра была сделана Близзардами То есть Вылизана на высшем уровне Все было прекрасно Всякие приколы с броней Изменения внешки Большое количество брони Различное количество Карактеристик Это все было Круто И это все зачетно Вот только Сюжетом Немножко Ну Не напрокало Да Ну вот это дополнение Которое было Рибер оф соу Как оно Кто там был Молтаэль Точно Главным В принципе Антагонистом Там был Именно Молтаэль Ангел смерти И это было круто На самом деле Вот это вот дополнение Мне сильно понравилось Намного больше понравилось Именно само дополнение Чем основная сюжетная кампания Плюс еще Вот этот Рыцарь Крестоносец Это тоже Охеренно Что-то меня понесло Уже к Диабле Для тех Кто не в курсе На канале Есть Обзор Диабло 3 И Обзор Именно Рипер оф сол Поэтому Милости прошу Сегодня мы Посмотрели с вами Marvel Heroes Неплохую игрушку Кстати В жанре ММО Которая распространяется Условно Бесплатной Системе Собственно Тут есть Также И магазин Магазин В котором Вы можете Докупить Героев Вот Ghost Rider Бля Как я хочу Ghost Rider Недостаточно Черт Ghost Rider Крутой На самом деле Ghost Rider Крутой Так подождите Черная пантера У меня есть Или это Они сразу Типа Покупаются То есть Без ограничений Судя по всему Сразу без ограничений Да-да-да Даже Несмотря Что у меня Вот например Вот этот парень По-моему Есть Да-да-да-да-да-да Каратель Именно что он Имеется Хорошо Веном Блин Круто Венома бы купил Наверное Но я не буду В эту игру Залипать Особо сильно Какие костюмчики прикольные Вином Давайте на Железного Человека Ого Нихера тут костюмчиков Хааа Это вообще из первого комикса по-моему Да-да-да Это из первых комиксов Это уже из последней Стражи Галактики Вот это крутой Халкобой Круто Это еще самый первый костюм Еще он не раскрашенный Ну собственно Mark 3 Круто Я проверю мой email Тип 5 Это уже он поменял свой Нагрудный этот Забыл как он называется Блин крутейший костюм Реальный И стоят они же хорошо Черт Вот такая вот собственно игра дорогие друзья Если вы хотите заиметь Собственно Какие-то дополнительные возможности Донате В принципе я не думаю Для тех кому эта игра нравится Что донатить это проблема Да Если вот вам реально это нравится Как в Диабло 3 Можно залипать и залипать Потому что после прохождения игры Вам дается Новая сложность Потом вам надо пройти игру На этой сложности Чтобы открыть еще Убер сложность Там соответственно падают Крутейшие предметы Которые потом вы можете использовать В ПВП Вы можете выглядеть Охереннейшим образом Вы можете их потом Раскрашивать Вы можете все Я не помню Все себе легендарные 8 предметов Плюс оружие Собрать Короче Там парится и парится Если вы хотите Уйти в топ Плюс еще Ивенты Когда Скидаются все уровни Ваших персонажей И При этом Вам дается какой-то баф На То есть На лучшее развитие Вы можете скинуть Какого-то определенного Своего героя Скинуть ему левел И начать его Начать его качать Заново При том что Вам будут выпадать Еще лучшие вещи Чем раньше Ну вот как-то так Собственно Есть где Развляться фантазии Что-то меня понесло По сравнению Этой игры С Диаблой 3 Не знаю Они похожи Действительно Даже вот Скиллбарами Они похожи Что ж Дорогие друзья Заговорился я уже Всем спасибо За просмотр С вами был Марс До новых видео И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok